В Казахстане хотят пересмотреть механизм начисления алиментов. С такой инициативой ранее выступила сенатор Жанна Асанова. Она считает, что нынешняя система не способна создать комфортные условия для детей и обеспечить их нужды. Многие жители страны и вовсе не выполняют свои обязанности, скрывая доходы. Остро эта проблема ощущается и в североказахстанской области. Тему продолжит наш корреспондент Нургуль Алина. Бывший муж Светланы Урмановой около трех лет не выплачивал своему ребенку алименты. В какой-то момент, по словам женщины, его задолженность составила почти миллион тенге. Судебный исполнитель обратился в суд, чтобы приостановили действия водительских прав. Задолженность составила миллион тенге. В связи с этим он выплатил мне половину суммы задолженности. Это в мае было этого года. Сейчас он выплачивает регулярно остаток задолженности и текущие элементы на содержание ребенка. По данным Палаты частных судебных исполнителей, по области зарегистрировано свыше 8 тысяч исполнительных производств о возыскании алиментов. Из них около 300 проблемных. На сумму более 370 миллион тенге. Это случаи, где средства на содержание детей вовсе не предоставляются. 257 должников по алиментам удалось трудоустроить через центры занятости. Стоит отметить, для злостных неплательщиков предусмотрена ответственность как административная, так и уголовная. В текущем году 53 должникам уже приостановлено действие водительских прав по представлению частных судебных исполнителей. 157 должников были привлечены к административной ответственности за неисполнение решений судов о взыскании алиментов. К наиболее злостным неплательщикам применяются такие меры взыскания. Это привлечение к уголовной ответственности по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Нередко родители, обязанные выплачивать алименты, скрывают свои доходы, указывая минимальную зарплату. Встречаются и такие случаи, когда злостные неплательщики, имея многомиллионные долги перед своими детьми, тратят крупные суммы на азартные игры. Подобные факты установлены прокуратурой в отношении шести отцов. К примеру, должник, имея задолженность по алиментам в размере 4,7 миллионов тенге, в течение года пополнил свой аккаунт в букмекерской конторе траншами на общую сумму 33,9 миллионов тенге. И за указанный период вывел в результате выигрыша 14,8 миллионов тенге. Общая сумма операций, совершенных должниками в букмекерских конторах, превысила 56 миллионов тенге. Уличенным в подобных действиях неплательщикам алиментов грозит до двух лет лишения свободы. Нургулялина, Замадья Любаев, телеканал Алматы, Североказахстанская область.